Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна, и, признаться честно, меня застало в замешательстве вот эта ситуация. Я даже был вынужден обратиться к прохождению, но прохождение мне не помогло, потому что прохождение говорит о том, что как только здесь было целиком открыто, я должен был вставить сюда это стеклышко с мамонтом. Надо что делать, когда оно уже целиком закрыто, прохождение не говорит. Я попробовал выйти из этого места вообще, сходить куда-то далеко-далеко по локации, но все равно оно не возвращается в исходную ситуацию. Единственное, я не пробовал две вещи, одну, которую я сам подумал, что я могу, например, вот это стеклышко здесь сейчас посмотреть на этом фоне, а не вставить туда. Но, к большому моему, к сожалению, ничего не происходит. Я подумал, было бы очень интересно, я же его вижу таким огромным, и я, в принципе, через него должен смотреть, стоя в этой позиции, через него должен проходить свет. Но нет. Второе. В прохождении было сказано, что после того, как я его вставлю сюда, нужно в строгой определенности отжать эти лепестки. Раз, два, три, четыре, кажется так. Попробую, может, это поможет мне заново открыть это. Раз, два, три, четыре. Да. Вообще, на самом деле, до этого, наверное, можно было допереть самому. Хотя, почему, интересно. Ну, простите, я реально торопился. Сейчас, полдвенадцатого ночи, я четко поставил себе задачу снять хотя бы еще одну серию Сибири, чтобы было, чтобы выкладывать выходные, а то выходные опять будут у меня занятые. В принципе, я понимаю, здесь целиком закрыто. Здесь наполовину, здесь целиком открыто, и здесь закрыто на вторую половину. Наверное, это как-то можно. Подождите, а если я... Я сейчас попробую логику понять. Может быть, надо последним закрывать то, каким я хочу его видеть? Может быть, если я закрою последним вот этот лепесток полностью открытый, он полностью и откроется? Например, раз, два, три, четыре. Нифига, да? Ну, если начать отсюда. Ага, что-то произошло. О! Действительно, стало еще ярче. Могу я теперь? Ну, в принципе, я как-то понял логику, это то ли фаза Луны, то ли фаза Солнца. Но, очень долго мучаясь, можно понять, чего от меня хотят, но вставлять я сюда по-прежнему не могу, пока не открою полностью. Наверное, может быть, это просто зависит от того, по-часовой или против-часовой. Сейчас хочу открыть еще сильнее окно. Нет, никак не помогло. Ну-ка. Тоже не хочешь. Ну, так. Смещаясь на одно, но все равно по-часовой. Ага. То есть, все-таки, последним был лепесток с закрытым, и оно оказалось закрыто. Может, мне последним все-таки оставить этот лепесток? Раз, два, три, четыре. Плохо, что в бумажном прохождении это не рассказано. Но, в принципе, там четкий алгоритм дан, как сделать правильно. Поэтому, наверное, все правильно. А, дождите, я его целиком и открыл. Ну, да, вот, все. Я прав. А теперь я должен как-то просто сфокусировать это все, да? Ничего у меня тут не происходит? Чего у меня тут пока что может быть-то почему? До этого мне показывали все, теперь нет. Нет, видимо, нет. Ну, и теперь... Надо все-таки в правильной последовательности при закрытии это, чтобы... Как это правильно называется? Это не окуляр, а... У старых фотоаппаратов пленочных именно это же было в объективе. Да, может, и у новых тоже. Я просто новых зеркалок никогда в руках не держал. Ни шторки, ни... Короче, мне подскажут в комментариях. Ну, видимо, так надо сделать. Полу-приз закрыть. И сейчас будет что-то волшебное. А может и не будет. А может все же будет? Да, будет. О, вот он, глаз мамонта. Я раз-три обращал внимание на эту штуковину, потому что явно свет из этого окна светит именно сюда. Но до того, как мамонта здесь не было, эту штуковину нельзя было исследовать. А вот теперь, когда здесь точно глаз мамонта, теперь Кейт знает, что да, это то. О, конечно! Ничего не изменилось от этого света. Реально, я мог шарить руками. Причем, ну реально, это... Прямо напротив, это нельзя просто не пошарить, оно бросается в глаза. Но нет, нам нужно было немножечко волшебства. Как говорится, если не дунуть, чудо не получится. По телевизору совершенно случайно увидел сегодня красомаяка Акопяна. В каком-то первоканальном шоу, которое я, естественно, не смотрю. Удивился. Чё-то не стареет вообще, по-моему. Как я его в детстве видел лет 20 назад. Так и здесь. Но человек должен меняться за 20 лет. Ну, видимо, это тоже волшебство. Алексей Туканов. Записки и зарисовки с Крайнего Севера. Сейчас я узнаю все тайны. Надеюсь, справлюсь без очков, а то мне за ними далековато идти. Итак. Оу. Ну, давайте зачитаем. 15 апреля 47-го года. Я уложил в сани провизию и пожитки и покинул стены Романовского монастыря. Впереди меня ждал север и таинственные народы, населяющие обширные пустынные районы Сибирской тайги. Отец-настоятель возложил на меня миссию. Обращать в христианство языческие племена, среди которых еще процветало шаманство. Я путешествовал под вымышленным именем, притворяясь простым охотником. Приходилось опасаться сотрудников НКВД, разыскивающих по всей Сибири в поисках врагов народа, рыскавших. Любая религиозная деятельность в любом ее проявлении считалась в те годы преступлением. Мне понадобилось несколько недель, чтобы приспособиться к непривычной упряжке. Поскольку в Романсбург я не нашел собак, пришлось довольствоваться юки, которых я купил у местного охотника. Так они объясняют нам помесь, у кого с кем является эта юки, но... А нет, кстати, видимо сейчас и объяснят. Сибирский медведь юки. Березки шумят. Юки наполовину собаки, наполовину тюлени. Ой, неожиданно. Они обитают на берегах рек, и их прожорливость делает их легкой добычей для охотников. Зимой основу рациона юки составляет оранжевый лосось. За эту добычу им приходится конкурировать с лютыми сибирскими медведями, весьма охочими до рыбы. Ой, какая милаха. Ручные юки довольно ласковые, но весьма прихотливые животные. Они не поддаются дрессировке, и только если по какой-то причине невозможно использовать собак, запрягают юки. Однако некоторые северные народы, похоже, обладают секретом их приручения, а потому юки являются неотъемлемой частью их жизнедеятельности. Из всех народов, поселяющих эти богом забытые места, наиболее интересными показались мне юколы. Возможно, именно поэтому я стремился в те края, где их можно было встретить вероятнее всего. Первобытная маска юколов символизирует посланника душ, который сопровождает умершего в мир иной. Юколы страшатся его. Чё-то напоминает мне, как гримировали Бена Стиллера в фильме «Солдаты неудачи». Откуда это? Цитата. «Огненный даракон», извините. Огненный он там был. По-моему, огненный. «Путешествие было долгим и опасным. Только 27 октября 1947 года я впервые повстречал юколов». Забавно. 27 октября близко к моему дне рождения. У меня же 31 октября, как я уже говорил, так что... Буду благодарен подаркам, если что. «Только 27 октября 1947 года я впервые повстречал юколов. Многие месяцы жил среди них. Постепенно я узнавал их и начинал понимать, что они за люди. И вскоре отказался от намерения обратить это племя в свою веру. Вместо этого я занялся изучением их культуры и быта. О юколах известно ничтожно мало. Гораздо меньше, чем у любых других обитателях Крайнего Севера. Они живут на самой оконечности тундры». А вот тундра – это разве географическое понятие, не геологическое, скажем так, или как-то правильно назвать. По-моему, тундра – это просто тип леса, тип местности. Неважно. Из-за удаленности и сурового климата юколы остались малочисленным народом и не попали в поле зрения ученых и советского правительства. Единственное, что смог я отыскать о них перед отправлением, это несколько рисунков, фотографий и краткие записи, которые были сделаны сто лет назад русской первооткрывательницей Марии Бодриновой. Или Бодриновой. Это ей мы обязаны тем, что вообще хоть что-то знаем о быте и культуре юколов. История юколов прослеживается вплоть до последнего ледникового периода. Любопытно, что следы пребывания юколов были найдены в Западной Европе, а точнее в самом сердце французских хальп. Подумать только! Тысячи лет пещеры в окрестностях крохотного городка Володилены хранили свой секрет. За это время юколы проделали долгий путь, осев, наконец, на крайнем севере. Вот открывают нам тайну, что за пещеру нашел Ганс, где, собственно, ударился головой и стал тем, кем он стал. Так что да, это была именно пещера юколов. Священный Харфанг. Эту птицу часто связывают с шаманом юколов. Похоже, ее считают то его другом, то полномочным представителем, то вообще воплощением. Шаман юколов. Странный персонаж, мягко говоря. Ой, цвет появился внезапно. Забавно, это какой-то саблезубый белок. Лемминги обитают на открытых равнинах Сибири. Питаются они зерном и мелкими плодами, которые прячут в норах, чтобы иметь запасы на долгие зимние месяцы. Лемминги роют длинные туннели во льду, спасаясь тем самым от хищников. Сильнее всего они боятся Харфангов, которые, похоже, считают Леммингов чем-то вроде деликатеса. Харфанг это, похоже, отдаленный... отдаленный родственник с совы. Но, в принципе, немножко на сову все-таки и не похож. Несколько раз за время путешествия я натыкался на следы пребывания юколов. Далеко на западе от известных нам ныне территорий. Вдоль лесных троп я находил невысокие горки, сложенные из небольших камней. Это были алтари, на которых юколы приносили жертву одному из своих богов. Ой, длинная книжка. Теперь мы знаем причину эмиграции юколов. Их внутренняя экономика была неразрывно связана с мамонтами. Мамонтов использовали как ездовых и вьючных животных, и как источник мяса, кожи, жира, а также мамонтовой кости. Блин, всякого сомнения, мы имеем дело с поразительным случаем симбиоза людей и животных. Из-за смены климатических условий мамонты были вынуждены мигрировать на север. И уколы следовали за ними. Некоторые доисторические наскальные рисунки, приписываемые уколам, позволили ученым предположить, что этому племени каким-то невероятным образом удалось одомашнить мамонтов. Насколько известно, на данный момент только уколы изображались на мамонтах верхом. Да вы издеваетесь. Жизнь уколов была тесно связана с этим толстокожими животными. Из шкур мамонтов делали одежду, ими же покрывали крыши и стены домов. Каркасы домов, оружие, инструменты и украшения делали из бивней. Любопытный факт, мамонты исчезли 12 тысяч лет назад, но это не сильно повлияло на уклад жизни уколов. Казалось, им удалось сохранить прочные нити, веками связывающие их и мамонтов. Как бы невероятно это ни звучало, но и уколы и по сей день питаются мясом мамонтов, носят одежду из кожи животных. Из нее же делают крыши домов, а также известные искусные поделки из мамонтовой кости. Похожие уколы сохранили с давних времен обычаи использовать в хозяйстве замороженные туши мамонтов, прекрасно сохранившиеся в сибирской вечной мерзлоте. Сомневаюсь я все-таки, что 12 тысяч лет любое мясо может сохраниться в мерзлоте. В съедомном состоянии. Хотя, питаются же у нас в армии еще тушенкой оставшихся с советских времен, насколько я знаю. Утверждается, что они жили за счет громадных кладовых более 30 столетий. А все-таки 30 столетий. Это 30 столетий, это 3000 лет. Но уже поменьше. Для этого они выдолбили многочисленные пещеры в мерзлом грунте. По словам отважной исследовательницы Марии Бодриновой, цивилизация уколов теперь фактически живет под землей. Я, конечно, понимаю, за эту книжку бы убил тот профессор, который в Орлабаде все это изучал, но пожалейте меня. Если вам это неинтересно, мотайте вперед, но я считаю своим долгом зачитать это, потому что, я уверен, очень многие никогда не читали эту книжку, играя в эту игру, и я тем более. Специалисты кафедры палеонтологии Баракштадтского университета о, старые знакомые, никогда особо не доверяли легендам и мифам юколов. Однако легенда о ледяном ковчеге в Сибири довольно типична для подобного фольклора. Долгое время эту легенду рассматривали только как выдумку, сродни тем, которые рассказывает шаман, дабы развеять тоску долгих зимних месяцев. Легенда гласит, что где-то на затерянном острове к северу от тундры все еще обитают мамонты, реликты давно ушедшей эпохи ледникового периода. Крошечная популяция на протяжении двенадцати веков находящаяся под защитой юколов. Остров, где обитают эти толстокожие животные называют Сибирия. Ниже я привожу миф о Сибири из мемуаров Марии Бодриновой. Эта легенда во всех подробностях совпадает с тем, что рассказали мне юколы, которых мне посчастливилось встречать. Впрочем, ее вряд ли можно считать доказательством того, что Сибиря на самом деле существует. Это всего лишь гипотеза. Бодорожащее воображение. Простите, мне звонят. Я снова здесь. Я забыл, дочитал я эту страницу до конца. Лишь гипотеза? Да, дочитал. Так что дальше. О, теперь наконец-то вроде только определение, которое понадобится мне в игре. Я еще думаю, что вся эта книга нужна. Тут сразу понятно, что из нее нужно. А чего нет, но... Алая ежевика. Инфернус рубус, скорее всего. Интересно, инферно... Инфернальный... Не, наверное, все-таки это не видит цвет, я просто думаю, что... Нет, инферно это все-таки что-то другое, это точно не цвет даже на латыни, мне кажется. Голубая трава. Реликтовое растение. С наступлением весны аромат ее цветов становится настолько сильным, что способен пробудить юки от зимней спячки. Алая ежевика. Икола смешивает ее сок с моржовым жиром или салом и часто использует в медицине. И возникающей пригорении этой смеси обладает массой оздоровительных свойств. Шаманы рассказывают, что растения произрастают только на могилах тех, кто покоится в мире. Понятно. То есть мне нужна алая ежевика и сжечь ее с моржовым жиром. Откуда я моржовый жир-то возьму, интересно. Только если от того юки, который убежал, отрезать не нужно ему части, но я думаю, это как-то немножечко нечеловеколюбиво. Легенда Сибири. В конце последнего ледникового периода произошли очень серьезные климатические изменения. Огромные территории оказались затопленными. Это внезапное изменение окружающей среды порвало опасности само существование многих животных, в том числе и мамонтов, которых в те времена обитали и на севере Сибири. Икола, чрезвычайно развитый по в те временам народ, начал сооружать огромный ковчег, подобный тому, что строил Ной. Они хотели сохранить мамонтов, которым поклонялись от вымирания. По-моему, эту историю я уже читал в другой книге. Огромное судно целиком было сделано из бивней мамонтов. На него погрузили небольшое стадо животных и огромное количество шкур. Ответственность за судьбу судна была возложена на нескольких самых отважных людей из клана Юколов. Их целью было отыскать для мамонтов земли с более подходящим климатом. Договорились, что как только они отыщут подходящее место, они выгрузят животных и как можно быстрее вернутся обратно, чтобы всем поведать об успехе. Ковчег вернулся лишь 10 лет спустя. Юколы, из тех, кто еще не покинул те места, с удивлением обнаружили, что судно пусто, а на судне ковчега... А на дне ковчега лежали несколько замороженных туш мамонтов. Юколы приняли этот таинственный дар как знак богов и устроили ритуальный пир. Неделю спустя, выносимый океанским течением ковчег снова отправился в плавание и через 10 лет возвратился. На борту опять оказались замороженные мамонты. Это необыкновенное явление продолжалось на протяжении тысячи лет. Каждые 10 лет ковчег возвращался и туши были в безукоризненной сохранности. Юколы сочли возвращение ковчега проявлением доброжелательности со стороны душ тех, кто умер во время первого путешествия ковчега, попав в ужасный морской шторм. Ковчегу стали поклоняться, обряды и ритуалы были основаны на появлении судна со своим драгоценным грузом. Веками казалось, что ничто не может помешать ковчегу таинственным образом появляться и исчезать. Их культура испокон веков утратила смысл. Самым храбрым удалось сохранить надежду, тем более, что ковчег продолжал свои таинственные рейды «Неведомай вместе сез...» продолжал свои таинственные рейды в неведомое время «Свои таинственные рейды в неведомое вместе с сезонными океаническими приливами». Но однажды утром ковчег оказался негодным для плавания. Многие уколы покинули деревню навсегда и в отчаянии начали блуждать по тундре. Иногда на них можно наткнуться прокуренных захолустных пивнушках на окраине цивилизованного мира. Несчастные опустившиеся люди разрушают свой мозг алкоголем и рассказывают невероятные истории о мамонтах такими же, как и они пьянчугам. Таким же. Прибывая среди юколов, Бодренова обнаружила нечто, напоминающее корабль. Юколы считали, что под толщей льда, накапливающейся веками, находится судно из их легенд. Бодренова выдвинул гипотезу, что с течением времени лед удвоил объем ковчега и тот потерял возможность лавировать между дрейфующими полярными льдами. Я, Алексей Туканов, подтверждаю подлинность сведений, полученных этой отважной исследовательницей. Ковчег, который путешествует к острову Сибири, существует на самом деле. И даже если я пока не нашел доказательств, я уверен, что остров есть, а мамонты до сих пор живут там. Алексей Туканов. Все! Ура! Теперь я знаю, зачем мне спички, мы будем растаивать ковчег. Ну, естественно, очень вряд ли на самом деле, но, как вариант, на записке брата Алексия. Все, наверное, теперь мой путь лежит на кладбище, чтобы не откапывать Ганса, которого за время, пока я читал, здесь уже успели похоронить, а напротив, найти там целебные ягоды от ялы и не помню кого, и, соответственно, приготовить отвар. Не помню, там отвар или что-то еще надо было сделать. Не знаю, правда, я абсолютно потерял счет времени, потому что пока говорил по телефону, забыл поставить таймер на паузу, поэтому я не знаю, сколько я буду записывать это все. Ну, как-нибудь постараемся еще минут 10 абсолютно точно, тем более, что и книжка тут была. так, кладбище. Или, подождите, или это как раз и есть побеги, именно вот это его тало и не пойми кого. А исследовать я их не могу, да? Странно. Кто жил правильно? Ну, этот Алексей-то точно жил правильно? А, ну да, вот здесь были какие-то красные ягодки, я так понимаю, это именно те побеги и есть, все-таки они мне нужны были для цели, а не для того, чтобы прочитать надпись. Так что, все здорово, я могу... могу... Хм. Наверное, мне все-таки стоит поговорить с Гансом. От этого гроба... От этого гроба просто мурашки, сейчас я быстренько убегу к Гансу. Кстати, абсолютно потерял момент, где у меня стоит эта печь или что-то еще, где я мог что-то делать такое явно из воска или чего-то еще. Мне кажется, мне туда скорее надо, но почему бы не обсудить вопросы с Гансом, он подскажет мне, что к чему. Наверное. Ганс! Нет, не подскажет. У него придется до всего доходить самой. О, столик. Я ж не мог его, по-моему, до этого трогать, да? Ах, какие изыски! Черствый хлеб с сыром. Вот на самом деле, кстати, мне кажется, мне бы это понравилось. У меня есть такая любовь, вот есть такой абсолютно самый простой хлеб, он, по-моему, просто ржаной называется и все. Ну, самый дешевый, самый обычный, который в столовых подают. Ах, какие из... Вот я его практически не могу есть свежим. А вот когда он подсох тройку-четверку дней, главное, чтобы плесень не появилась, он именно высох. Я его просто могу есть в неограниченных количествах, еще натирая чем-нибудь. Вот именно не сухари, которые можно получить методом засушивания под температурой, а вот именно высохший просто так. не знаю, к чему я это рассказал, но так поведать у нас же все-таки с комментарием и от себя тиной. От всякие эти новомодные хлеба, которые там больше зерновые или как-то там, не знаю, вот это как-то их наоборот свежими хочется. Черт, где у меня это место? Я абсолютно потерялся, я знаю, что мне нужно туда. правда мне надо еще где-то подоить юки, чтобы получить жир. Что ж мне делать-то, а? Может быть сюда? Не, ну здесь я могу говорить только с этим, но хотя может быть с настоятелем мне и стоит поговорить, рассказать ему о том, что я нашел книжку и теперь я прям молодец и могу сделать все, что захочу. Настоятель, ты ко мне появишься? Да, появишься. Здравствуйте. Здравствуй, чадо. Понятно. Записками поделиться я с тобой не могу, да в принципе это и правильно, мне кажется, что ты, ну ничем бы мне не помог, меня смущает, что я не могу в эту дверь сходить. Ну, наверное, дай мы тебя немножечко того. Нет, немножечко того нельзя. Я потерял это место, оно было на самом входе, когда я прямо входил в этот монастырь и все. Какой-то символ. У меня, кстати, есть еще вот этот замок, который я не могу открыть, может быть, мне должен он еще поддаться. Кстати, подождите-ка, мне казалось, я могу вот так вот как-то... А, это не стрелочка, это это. Лупа. Тогда нет, наверное, сюда я не могу. А замок поизучать более внимательно, может быть, я могу там веточкой поковыряться? Может быть, замок старый, сломается от веточки? Заперто. Нет. Тоже нет. Спичка метя, тоже нет. Монета метя, тоже нет. Побеги, тоже нельзя. Хм. Но каким же мне образом получать жир и моржа-то? Если единственный вариант это ж... Юки, хоть он и тюлень наполовину, а не морж. Но это, может, могут быть тоже вполне себе варианты перевода, ошибки перевода. Но меня же не выпускают из храма, поэтому даже до Юки я не могу добраться с секатором. Хм. Вы со мной говорить не хотите, да? Нет. Здесь я был. Да, вот это что-то новое, все-таки это я не изучал. Вернее, секатор отсюда я взял, может быть, я могу сюда еще спички? Нет, пока не изучил, ничего не могу применить. Может, это тут зятище, что-нибудь могу. Нет, и применять, соответственно, тоже. Не, наверное, отсюда я взял все, что может дать мне эта локация. Во, по-моему, сюда мне надо. Кто-то ухукает. Да, вот это. Вот то, что я хотел. А может, меня даже выпустят отсюда в деревню? Ну, черт, если я могу в деревню, это прямо вообще не то. Так, горн. что-нибудь поджечь здесь, например, я могу. Оно и так горит, вернее, кипит, так что поджигать мне тут, по-моему, абсолютно нечего. Чего я могу сейчас засунуть? Ага, веточки сюда, да? Эту штуку надо как-то запустить. Так, я вроде уже пытался. Эту штуку. Подожди, горн. Здесь был горн. Почему теперь нельзя? Секатором тебя? Нет? Эту штуку. Ну, надо как-то запустить. Веточки туда я дал. Опять особенности нахождения предметов здесь. Щеткой щетки тоже нельзя. Секатором тоже нельзя. Ага. Погодите-ка. Теперь нельзя и этой. Че-то я сделал там такое. Горн у меня появился? Нет? Может, рыбу сюда? Может, из нее я могу жир взять? Нет, рыбу сюда нельзя. Наверное, это должно быть в таком виде. В трубочку что-то залить. Ага, вот! То есть, там был уже жир в этой фиговине. Да? И все, взять. Еее! О, травяная свеча! Теперь я знаю, как лечить Ганса. Правда, непонятно, почему она травяная. Если это были ветки, но, наверное, это особенности. Давайте попробуем поставить свечку Гансу в самых лучших вариантах. Кстати, я хочу попробовать все-таки выйти в деревню, может быть, мне этого дадут сделать. Просто как бы понять, могу ли я это делать. Я уверен, что мне это не надо. Да, видимо, сэр все-таки обижен на то, что я попал сюда через бедро. Ну да, значит, пойдем Гансу лечить его. Я, кстати, пока бежал, подумал об одной интересной вещи. Если в 47-м году этот Алексий уже путешествовал к Юколам, а умер в 96-м, умер он явно весьма в почтенном возрасте, а это его настоящая могила, если сработала трава с его могилы. Вот посчитать бы, в каком возрасте он путешествовал к Юколам. К сожалению, я сейчас уже не пойду к его могиле, чтобы времени терять. Это есть в записи, так что можете посмотреть просто. Это то ли в этой серии, то ли в предыдущей. Скажите мне, в каком возрасте он путешествовал? Там есть дата его рождения, и в 47-м он поехал туда. А столик у меня как раз, видимо, чтобы свечку поставить, да? Конечно, без подсвечника это несколько странновато. Штуку надо как-то запустить. Какую штуку надо запустить? Стол? Ты реально свечку без подсвечника не хочешь ставить? Ах, какие за... Я могу взять... Ах, какие... Нет, ножик не могу, я могу взять тарелочку, наверное, да? Эй, ну тут же есть подсвечник. Какого чёрта? Здесь есть подсвечник. Ганс? Отец, Ганс больше не хочет. Я ж не могу поджечь свечку перед тем, как её сюда поставить. Ничего здесь изучать ещё я тоже не могу. Может, я в какое-то неправильное время пытаюсь это делать? Эту штуку надо как-то запустить. Я могу сначала поджечь стол, чтобы от него поджечь свечу. Нет, да? Монеты. Секатор, щётка. Бредятина. Ну, чё мне пишут в этой книжке? Ещё раз перечитаю. Нет, здесь говорится только, что нужно просто её поджечь и всё. Что мне мешает поставить её на стол? Эту штуку надо как-то запустить. Ах, какие изыски. Может быть, этот хлеб всё-таки здесь неспроста? Может, мне его надо чем-нибудь воздействовать на него? Или у меня... Нет, у меня есть фитиль в свечке, то есть ничего неправильно с этим быть не может. Рыбку сюда. Ну, ещё будем ещё думать, да? Может, я не доделал свечу всё-таки, но вроде нет, вроде всё правильно. Может, Гансу её вручить? Нет. Это хлеб же здесь неспроста. Стоять. это ш... это ш... это ш... подумаем. Гансу... бра... Да чёрт, так и знал, что что-то здесь забыл. Книжку почитал, обрадовался и решил, что больше мне ничего не нужно. А всё так просто оказалось. Ну, я до этого сразу допёр, что я тут что-то забыл, потому что без подсвечника никак. Правда, не понимаю, почему им должен быть именно этот подсвечник. Я специально книжку почитал, там ничего не сказано, по-моему, про то, что нужен какой-то специальный подсвечник. А, ритуальный цилиндр, понятно. Свечку комбинировать опять нельзя, то есть я сначала буду ставить на стол. Цилиндр потом, да, свечку в печку. Побежали обратно, да бежать. Я тут бежал, кстати, мимо этого ведра, подумал, может быть мне это ведро сгодится в роли подсвечника. А чё, вполне ничего. Будет такой насыщенный аромат, немножечко с запахом старого пола. Нареет, старых тряпок. Хотя, может быть, это не половое ведро. Какое странное словосочетание. Мне точно не нужно этот хлеб, а? Да, Кейт, я оказался прав. Эту штуку надо как-то запустить. А, ты, кстати, мамонты вырезана на этом. Интересно. Может рыбки туда? Опять же, для аромату. Нет? Ну ладно. Всё, поджигай. Как у тебя, как в пятом элементе, одна спичка? Ну, это не кошерно. Надо было, чтобы со второго раза только зажглось. Типа мы волнуемся. А, кстати, красиво. Именно тени этих мамонтов пошли. Хм. А, он всё-таки... С механическим приводом. Прямо действительно волшебный. Хотя я уверен, что это никак не должно влиять на его целебные исходы. Свойства, на самом деле. Ну, хотя, если это отчасти магия, то, наверное, а так... Свет, он не вдыхает. Он вдыхает запах. Этих лечебных трав. Ну, прям быстродейственное лекарство. Лучше фирвекса. Ну, я так думаю, что с Гансом теперь будет всё в порядке. А поговорим и сбежим. Я думаю, благополучно мы с ним в следующей серии. Не представляю, сколько по времени длится это, но надеюсь, примерно близко к получасу. Это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. Простите за длинную книжку, но это же история. Это игра с историей, со сценарием. Это вам не просто так. До свидания. Пока. Пока.